Уважаемые коллеги, значительную часть русского письменного наследия составляет деловая письменность, которая традиционно является источником языкового материала для изучения истории системы русского языка. В настоящее время все чаще специалисты обращаются к изучению деловых памятников Сибири, Урала, центра и севера европейской части России, как текстов, отражающих язык и культуру того или иного региона. Массив же архивных документов, которые созданы на территории исторического расселения Донского казачества, отражает социоэтническое и языковое своеобразие этой области, остается пока малоизученным лингвистами. Однако лингвистические исследования позволяют выявить место и роль деловой письменности в языке региона, а также место и роль региональной деловой письменности в общенациональном контексте, выявить взаимодействие различных речевых традиций, отражающие языковое сознание донских казаков. Объектом нашего описания является фонд «Михайловский историчный атаман», хранящийся в Государственном архиве Волгоградской области. Это 158 дел, содержащих документы 1734-1836 годов. Работа ведется исследовательской группой в Волгоградском государственном университете с 2012 года. Она была поддержана Российским гуманитарным научным фондом, теперь Российским фондом фундаментальных исследований и администрацией Волгоградской области. Коллектив опирается на принципы комплексного подхода к анализу языковых явлений. Документы представляют собой тексты, которые имеют общие текстовые признаки и в то же время построены по особым правилам. Функционируют в определенной сфере общественной деятельности, являются специфическим средством коммуникации, содержат историческую, социальную, культурную информацию и в качестве речевых произведений представляют собой среду функционирования разноуровневых языковых единиц. И это обусловливает их разноаспектное лингвистическое описание с позиции документной и коммуникативной лингвистики, лингвистики текста, исторической стилистики, лексикологии, грамматики, лингвокультурологии. Целью коллективного исследования является комплексный анализ речевой структуры документных текстов, отражающей взаимодействие разных культурно-языковых традиций в период формирования национального русского литературного языка. Речевая структура текста понимается нами как совокупность отношений разноуровневых языковых средств, которые организованы в пределах текста определенным способом, обусловливая его жанрово-стилевую принадлежность, выражая его содержание и вне текстовую информацию, основные текстовые категории, реализуя функционально-семантический потенциал языковой системы, способствуя осуществлению социальной коммуникации. Обращение к архивному фонду как к целостному собранию документов, объединенных местом создания, преемственностью правил составления текстов, песцовых традиций, языковой средой, а также сопоставление их с документами центральных государственных учреждений и других областей, позволяет сделать вывод об общих и локальных свойствах региональных документов и их речевой составляющей. Жанрово-видовая характеристика документов предполагает определение их вида, функции, формуляра или композиции, то есть набора и последовательности реквизитов устойчивых формул клише. С этой точки зрения можно отметить разнообразие документов, созданных в центральных учреждениях, в войсковом правительстве, в станичном правлении. Это копии свыточающих указов, подорожные, доношения, показания беглых крестьян, списки, ведомости и многие другие. А также наличие наряду с традиционными, сказка, память, новых видов документов, рапорт, паспорт, промемория и другие. Особенность составляют войсковые грамоты, характерные именно для управления войском донским и создававшиеся по правилам еще приказного делопроизводства. В целом можно отметить постепенное вытеснение старых форм документов новыми. Клишированные обороты, образуемые определенными лексико-фразеологическими единицами, синтаксическими конструкциями, содержащие реквизиты документа, выполняют не только формально-структурную функцию, они несут также историческую, лингвокультурную информацию, отражают особенности социальной коммуникации в среде казаков, отношения между ними, статусность, особенности общения, этикет и управление, то есть коллегиальность и так далее. Они могут быть рассмотрены в разных лингвистических парадимах. Ну вот здесь на слайде видно основные клише и составные части формуляра вот этой самой войсковой грамоты. Традиционная формула от данских атаманов и казаков, вот господина войскового атамана Данила Ивановича и так далее, показывают действительно коллегиальность управления, то есть грамота отправлялась именно от всего собрания войскового круга, от имени не только одного атамана, всего круга, и не только одному атаману станичному, но и всем казакам. И здесь вы видите, есть и другие исторические показания, черкасские, это столица войска Донского, и другие факты. Деловые документы рассматриваются в аспекте их категориальной структуры, то есть текстовых категорий. При этом акцент делается на соотношении общетекстовых закономерностей и специфике документов, а также на взаимодействие общероссийских и региональных особенностей, языковой репрезентации категорий и так далее. Например, если рассматривать категорию локальности, то это помогает воссоздать пространственную картину мира Донского казачества. Текстовое пространство в документах отображает фрагмент реальной действительности, представляющей собой в первую очередь территорию войска Донского. В него могут включаться также и другие области, если они оказываются связанными с войском теми или иными действиями. Однако оно представляется отличным от других областей, что выражается различием в наименованиях казачьих и неказачьих поселений, села и станицы, например, маркерами принадлежности к войску, то есть казачьей, либо к другим областям и сообществам, прочие великороссийские и так далее. Анализ стилистических свойств языковых единиц позволяет выявить место и роль региональной деловой письменности в общенациональном литературном языке, а также место и роль деловой письменности в языке региона в тот или иной период исторического развития. Комплекс лексических и грамматических единиц свидетельствует о том, что язык региональных документов середины XVIII века ориентирован на книжную традицию. Это использование архаичных местоимений всей оной, наречий паки, наипачи, союзов по неже, по элику и других, обилие слов, созданных по книжным словообразовательным моделям, ответствовать вышеупомянутой, написание окончаний соответствующих прилагательных, определенные предложно-поддержанные конструкции и так далее. Многие из этих слов и форм восходят церковно-славянскому языку, однако функционально переосмыслились как канцеляризмы. Это характеризует в целом деловой язык середины XVIII века. И мы видим, что даже при передаче устной речи казаков в документах наблюдается их книжная обработка. Ну вот вы видите фрагмент из свидетельских показаний по делу о принадлежности казакам, где выделены жирным книжные слова и формы, конструкции, которые действительно характеризуют текст. И в данном случае это пересказ именно устных показаний, но вот оформленные уже по законам книжного языка, законам официально-делового языка. В речевой структуре документов отмечается также проникновение разговорной диалектной лексики, таких слов, как «куды», «откуль», «поблизности», «баба», «жёнка», а также региональной лексики, связанной с реалиями жизни казаков. Это «городок», «станица», «станичная изба», «сбор», «атаман», «есаул», «старик», «выросток» и так далее. В этом плане представляется важным выявить характер соотношения книжных и некнижных элементов, а также факторы, обусловливающие употребление разговорно-просторечных диалектных форм в документах разных видов. Речевая структура документных текстов, как мы говорили, представляет собой среду функционирования языковых единиц, реализуя тем самым функциональный семантический потенциал языковой системы. С этим связано традиционное использование памятников письменности как источников, позволяющих реконструировать состояние фонетической, грамматической, лексической подсистем языка в различные периоды их развития. И это не утратило своей актуальности для исторической лингвистики и сегодня. В то же время акцент на анализе функционирования языковых единиц имеет объяснительную силу при описании закономерности эволюции языка с учётом экстралингвистических факторов. Хронологические рамки фонда, а в нашем случае это 100 лет практически, дают возможность выявить динамику тех или иных параметров текста и их языковых черт. Динамика может рассматриваться как в синхронии, так и в диахронии. В синхронии она проявляется в вариативности текстов и языковых единиц. А в диахронии это, конечно, изменения в системе жанров, формуляре, в средствах выражения текстовых категорий и так далее. Деловой язык, документы рассмотрены даже до конца XVIII века, показывают, что деловой язык постепенно избавляется от элементов разговорного стиля на синтаксическом уровне, от дискурсивных слов, таких как «де», якобы, от начинательного союза «а», а документы середины XVIII века строятся особенно войсковые грамоты, вот этот известный всем начинательный «а», 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 очень характерен для них, постепенно это уходит. В войсковых грамотах уходит, в частности, вообще нарративность в изложении содержания, и события передаются компактнее, текст становится меньше по объему, реквизиты выделяются из текста, а не включаются в него и так далее. То есть, по сути, даже войсковая грамота постепенно приближается к новым формам документов. Объектом анализа могут стать и черновики документов, которые хранятся в архивных делах. Лингвистическая интерпретация содержащихся в них правок разного рода позволяет сделать предположение о мотивах выбора тех или иных языковых средств, а, следовательно, о языковом вкусе, языковой и профессиональной компетенции составителей документов, станичных пиццарей. Они могут стать также основой для реконструкции речевой или речемыслительной деятельности песцов. Хотя, конечно, здесь есть свои ограничения, тем не менее, это можно сделать. Значимость региональной письменности как комплексного лингвистического источника, открывающего возможности для решения многих задач исторического изучения языка, делает необходимой их доступность широкому кругу исследователей. В числе очередных задач научного коллектива стоит публикация документов архивного фонда, а также создание лингвистического корпуса. В этом аспекте ведется совместная работа со специалистами в области информационных технологий. Для мета-разметки текстов используются такие параметры их описания, как жанр, место и время создания, адресант и адресат. Специальную маркировку при разметке могут получить реквизитный состав документов, морфологические, стилистические, семантические характеристики, языковых единиц и прочее. В настоящее время установлены, например, речевые маркеры жанров документов, которые позволяют осуществлять автоматическое распознавание жанра или вида документа. Наблюдение над языком региональных документов показывает, что они дают богатый материал для лингвистики. Комплексный подход к анализу их речевой структуры дает возможность раскрыть все сложные связи единиц в структуре целостных текстов, установить механизмы построения текстов в плане формы и содержания, выявить закономерности развития и функционирования русского языка во всех его формах, воссоздать языковую картину мира русского народа и его отдельных социоэтнических групп. При этом в зависимости от поставленных исследовательских задач может быть реализован один или несколько аспектов, поскольку компоненты речевой структуры вступают в разнообразные связи между собой и выполняют разные функции, и могут быть проанализированы, естественно, при помощи различных методов приемов, интерпретированных с разных лингвистических позиций. Создаваемый корпус позволит организовать оптимальный компьютерный поиск, а также откроет широкие возможности для решения конкретных лингвистических задач, многократно повышая доступность материала для анализа тех или иных явлений. Благодарю за внимание. Спасибо большое за лекцию, мне было очень интересно слушать, но у меня два вопроса и одно небольшое замечание. Замечание можно начать. Вы мне два раза, два, три, принесли, что там такие-то слова, элементы разговорного стиля. Мне кажется, что для этого, ну, с 1751 года, это только-только вышла грамматика Ломоносова, это еще некий анахронизм, говорить именно о разговорном стиле, потому что даже Ломоносов, он-то не выделил, что к этим стилям относятся, как есть в современной ситуации, он только дал направление, но просто трудно это отделить. Почему это именно разговорный стиль, почему это, например, не элемент этого гражданского посредственного наречия, которое распространилось во время Петра на все документы, которое просто точно так же обращается к разговорной речи всех лет. То есть это просто терминологическое замечание. А вопроса два. Первое, вот вы в самом конце сказали про то, что есть компьютерные средства определить автоматический стиль документа. Сейчас, конечно, да, это есть, я все это хорошо знаю, но неужели уже есть такие вот компьютерные средства, которые позволят это делать для текста 18 века, 17-го, да? Нет, нет, я... А, сразу ответить? Да. Хорошо. Значит, по поводу вашего замечания, я просто уточню, слово «стиль» в этом контексте не употреблялось. Мы сказали разговорное, причем даже не «и», а просто разговорное, диалектная лексика, потому что как раз понятие разговорного... Тогда я в конце вы сказали. Лексика. Стиль был. Прошу прощения, тогда это действительно оговорка. У меня же и вы... Вот, потому что разговорность – это действительно понятие очень неисторическое. Для 18 века мы очень строго проверяли по словарю Академии Российской и так далее и тому подобное, насколько можно что бы это квалифицировать. Что касается вот этого второго вашего вопроса, то распознавать скоропись пока, к сожалению, нет. То есть нам приходится предварительную обработку вести, то есть компьютерный набор, транслитерацию этих текстов, компьютерный набор, адаптацию, то есть выносные буквы вносятся строков, изделяются курсивом, титул раскрывается так, чтобы машина все-таки могла это распознавать. Но пока, к сожалению, скоропись еще наши программные средства уже невозможны. Я не программку спросила, а именно по языку. То есть лексика, ну как современные же она распознавается. Елена Михайловна, пожалуйста, да, она может. Мы здесь плотно работаем со специалистами в области компьютерных технологий и у нас есть уже несколько утилитоприложений, которые позволяют действительно вычленять автоматически некоторые лексические единицы и на основе этой комбинации определять жанр. Но пока в широкий контекст мы это не выводим. Это на стадии проб, апробации, но эта работа специально для нашего проекта осуществляется специалистами в области технологий. Они пишут специальные программы, не программы, мы пользуемся программой Майстом, это морфологический анализатор, он очень удобно, он хорошо подходит. Но специальные утилиты и приложения специалисты делают именно для нашего корпуса. Да, для историю с КСК, конечно, очень полезно. Я сейчас занимаюсь сам. И еще один вопрос. У вас получается этот архив, он с 1700 какого-то года по... В 836-й. Да, в 836-й. Но это уже достаточно поздно. Вот они как, они продолжали еще вот даже в начале, вот в первой половине 19-го века писать вот этим, ну таким языком, как в 18-м веке, или они уже в целом шли по общей тенденции, когда уже, ну, грубо говоря, не встречаются вот эти архаичные формы, церковно-славянские, там, аористы какие-нибудь. Вот, то есть уже язык меняется, как и большинство деловых документов терпим. Спасибо, это интересный вопрос. Но что, вы имеете в виду, вас не график, а все-таки о языке интересует. Да, то есть это так. Да, да. Вы знаете, дело в том, что от некоторых архаизмов, явных архаизмов язык официально-деловой и в этих документах избавляется все-таки, но некоторые единицы сохраняются еще, ну, вплоть даже, наверное, до середины и конца 19-го века, я, даже еще в начале 20-го века мы фиксируем, например, местоимение сей по официально деловых документах. От местоимения оной уже во второй половине 19-го века начинают все-таки избавляться. Так что некоторые конструкции остаются, некоторые местоимения, в частности, они еще остаются приметой делового стиля даже в наших документах, вот начало 1-3-19-го века. Затем избавляются. Есть архаизированные элементы. Да, но общее впечатление, это больше, ну, у вас это больше похоже на язык 18-го века, типа такого, который действительно трудно так воспринимать вот сразу, или это уже больше похоже на тех 19-го века, которые нам в целом гораздо более понятны, даже несколько. Вы знаете, наверное, во-первых, что касается последних, вот 836-го, там не так много, постепенно затухает вообще дело производства, оно перемещается в другие административные центры, поэтому не такой массив документов. Но тем не менее, все-таки я бы сказала, что здесь очень сильна именно традиция 18-го века. Вот этот немножко такой тяжеловесный канцелярский стиль, он достаточно консервативен, и очень многие вещи сохраняются именно в 18-го века. То есть для чтения это не такие простые тексты и понимания, не такие легкие в восприятии именно нам, носителям уже современного языка. Все-таки это не тот современный русский язык, который легко читается нами сегодня. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А еще вопрос? Да. Пожалуйста, коллеги, это очень интересно, ваше создание функциональной базы. Правильно ли я поняла, что вы создаете только свои утилиты, и как-нибудь вы опираетесь, использовать опыт создания платформ древнерусских и старорусских текстов, например, Моноскорейбара, Вакатойба, Болгария, Венин, собственно-то, конференция «Моноскрипт», которая проходит. Да, мы участвуем регулярно в этой конференции. Сейчас мы займемся, я помню, у нас, но там были сейчас, я думаю. Мы, к сожалению, чаще заочно. Я не видела. Мы очень ознакомимся с этим. Мы опробовали очень много всяких разных вариантов, и нам подошла самая распространенная, удобная программа «Мастер». поскольку мы пользуемся современной графикой и обрабатываем современную графику. То есть тексты транслитерированы, набраны в современной графике, потому что скоропись, мы ее транслитерируем в современную графику, адаптируем текст и работаем уже с современной графикой. И там очень хорошая программа «Мастер», но у нее очень большие ресурсы. А утилиты и приложения наши специалисты пишут для мифологической разметки, для жанрной разметки, для лексической разметки. Там, где есть специфика мифологической и лексической. Здесь вот транслитерация есть, и у нас нет проблем и не кодов, то, что есть во древней деревне. Продолжение следует... Продолжение следует...